Привет, друзья! Были ли в СССР свои Гришки Распутины? Ну, один такой был, насколько мне известно, его звали Столбун. Значит, Столбун изобрёл такую методику, которая покорял, так сказать, высшее руководство, покорил газеты и комсомольскую правду, и все наши руководители, так сказать, интересовались этим, потому что этот Столбун, значит, вышел наверх таким способом, что он придумал методику, когда хлоретилом замораживают одно место. При этом было расписано в комсомольской правде, да-да-да, по-моему, так, по-моему, так, если память мне не изменяет, о том, что это место, это место, оно на самом деле иннервирует там все самые высшие участки головного мозга, оттуда вверх, снизу вверх, и тем самым даже создаёт девальвацию, не, девальвированных патриотических ценностей. Ну да, люди становятся моральными, более здоровыми. Как он вышел туда? Вот он вышел так, что он завладел вниманием одного из очень больших руководителей, у которого внук был болен, и он как бы, этот руководитель сам, или он к нему обратился, или он к нему обратился, я уже точно не знаю, но это происходило именно таким образом, что он лечил его внука замораживанием хлоретилов, чтобы избавить от каких-то невротических, видимо, там были какие-то родовые травмы у ребёночка, и он маленьким мальчиком страдал какими-то там нервными тиками, или ещё что-то такое, я уже детали не помню, но главное, что этот столбун даже дружил с такими людьми, которые хотели бросить пить, и туда к нему в его, так сказать, центр, который он организовал под покровительством высших, так сказать, руководителей, и Ролан Быков ездил, и другие ездили, это очень интересно. Ну, кто-то пить хочет бросить, вот они туда ездили, их там встречали, парадный вход такой хороший, детишки там, которые, как в такой маленькой колонии, как у Макаренко, Макаренко-то был великий человек, а этот столбун был прохиндеем, он, значит, как Гришка Распутина, тоже вот у Распутина, помните, именно за счёт ребяночка же, влияние Распутина большое было на царя, потому что ребёночек страдал несвёртываемостью крови, несворачиваемостью, и воздействовал на его супругу, уважаемую, на царицу, царица на царя, и таким образом это всё происходило. Ну, в общем, через детей всё это произошло, и потом, наконец, там кто-то сбежал из этой колонии и всё рассказал, и опять же, в «Хамсомольской правде», по-моему, но точно уже не помню, была эта история описана, что там происходит, а оказывается, они все были в таком директивном подчинении, и всем гостям говорили, как им хорошо там и так далее, покоряли других людей этим самым, что как там всё замечательно. Но вот я помню, что Столбун через этого высшего такого руководителя, а точнее, через его помощника, а это же была система партконтроля по всей стране, вот этот руководитель, а его помощник, я с ним лично встречался тогда, вот он и меня познакомил и с директором института Сербского, где тоже Столбуна методику изучали, между прочим, да, потому что влияние у Столбуна получилось такое большое, и, значит, даже Бехтерево тряслась от этого, потому что я когда приехал к Бехтерево, там говорили о том, что вот в соседнем здании там отделение ему выделено, чтобы он там проверял свою методику, ну, методика методикой, ну, интересно, с юмором, правда? Да, вот такие вот люди были, которые влияли на верхи, как Рыжки, Распутины, вот, пожалуйста, через их детей, через их мам, мамы на пап, да, ну, все так и происходило, очень интересно, потом все это дело, конечно, кончилось, но это долго было, в газетах писали, методика Столбуна, Столбун, да, в центральных газетах писали иногда, интересно все это, как это все происходит, ну, о чем я хочу сказать, я с Роланом Быковым тоже разговаривал, когда мы, значит, встретились с ним, я к нему приехал для того, чтобы методику ключ внедрять в стране, я ему показывал видеоматериал, как мы детей обучаем, и как дети, значит, снимают у себя напряжение, выходят на состояние, такое радостное состояние, а мне Ролан Быков говорит, ну, во-первых, ты меня с моим сыном познакомься, с Антоном, и вообще, говорит, я когда захожу, говорит, к детям, они уже и так, говорит, счастливые, но я говорю, ну, это одно дело, когда вы заходите, другое дело, когда они сами это умеют делать, но интересно все, правда? Да, вот такие вот были люди, я знаю только про одного, про Столбуна, а может кто-то еще, но я там, не знаю, какой-то человек обещал в Беслане матерей всех познакомить с погибшими детьми, что они выйдут на контакт, потом оказалось, я фамилии не называю, ни те, ни другие, но стыдно, таких людей, знаете, и так знают, это вообще ужас, кошмар какой-то, вот, ну да, он обещал этим матерям, несчастным, что он устроит им контакт с загробным миром, и с детьми те будут разговаривать, потом выяснилось, что он имел в виду, оказывается, не то, он имел в виду ментальный контакт, но, как бы, ну такая дурь, ну несчастные мамы, ну куда денешься, ну куда денешься, несчастные внуки, куда денешься, да, ну вот пользовались вот этим, и создавали себе вот такие колонии, создавали себе своим этим авторитетом, что они могут оживить людей, создавали себе, значит, такую, ну условно говоря, ауру, и очень многие подключались и попадали в эту секту, да, и сейчас тоже много, эзотерики всякие, есть один, я не хочу говорить, обещает контакт, там, не только с теми, которые, уже там, далекие родственники, которых уже нет, контакт обещает, и учит их трансу, в трансе, значит, этот контакт делает, да, ну и, конечно, есть много руководителей у нас сегодня, на самых верхних эшелонах, которые верят во всякие заклинания, заговоры, и, ну, во всяком случае, когда у тебя есть больная точка, или что-то болит очень сильно, и тебе надо выздороветь, или онкология, или ребенок очень болен, ну, точка больная, вот, как только начинают с тобой на эту тему говорить, так у тебя вся крыша слетает, надежда, вера, любовь, это вечные, истинные, как только появляется надежда, так у тебя критики нет, да, и так получалось, да, все получалось, так, я почему об этом сейчас рассказываю, меня там спросили, комментом, в личке, в личке меня спросили, верили в то, что Гришка Распутин мог влиять на свертываемость крови у ребенка, мог, да, мог, мог, я так думаю, я так думаю, потому что это заболевание генетическое, но по идее провокация сворачиваемость, не сворачиваемость, степень сворачиваемости крови зависит от состояния стрессового, потому что стресс, адреналина, кровь хуже сворачивается, когда комфортное состояние внутри быстро сворачивается, ей-богу, у меня там парень, он был, я вам даже скажу, поэт большой, с немецкого переводил, да, он порезал себе руку так сильно, кровь невозможно было остановить, и вот он там вышел в состояние саморегуляции, и он научил до этого за год, наверное, и он догадался выйти в это состояние, и вот потом, через несколько дней он показывал, мне пришел, говорит, вот видишь рубчик, да, а я, говорит, ножом банку консервную открывал, и ножом этим и проехал, да, тут прямо на пальце чуть ли не до кости было, там рубчик такой остался, да, сворачивается, да, до какой степени он у царевича там это делал, я не знаю, я тогда с ним не мог разговаривать, я тогда не жил просто, ну, я наглядно знаю, что степень сворачиваемости крови, есть еще такой момент, вот эти страхи, страхи, да, у меня однажды было такое сильное похмельное состояние, что я так мучился, ну, это много-много лет назад, мне было, наверное, лет 25, страхи такие были, что я вот шел по пляжу, и так сильно, такое тревожное состояние, похмельное, страх такой, напротив парень идет, вот так вот, ко мне, я уже до такой степени, больная и точка, ну, у кого что болит, тот отум и говорит, я совершенно его не знаю, я ему говорю, так страшно, он говорит, проходя мимо меня, так легко, он говорит, бояться будешь, в рай не попадешь, но была бы у него такая штука, я бы на него посмотрел, потому что люди, которые со страхами, они же очень страдают, так вот, я это сидел, рассказывал другу своему, который работал в Склифосовском, в институте Склифосовского, они там часто вот имели дело, и с травмированными, которые были вот после пьянства, и так далее, вот, а он мне говорит, а мы этот вопрос, говорит, уже разрабатывали, изучали, но происходит, говорит, с похмелья, или в каких-то иных случаях, страхи за счет того, что капиллярный кровоток, капилляр сжигает, он не суживается, не расширяется, это как такое стеклянная, условно говоря, трубочка, забивается, забивается, и поэтому человек страдает этими страхами, и прочее, поэтому я всегда вот, это когда обучаю людей, у тех, у которых бывают страхи, спазмические состояния сосудов, а еще вот, учитывать надо капиллярный кровоток, может это еще связано, знаете, с чем, с диетой, может быть, еще связано с тем, сколько человек воду пьет, может быть, сколько он соли ест, но это тоже имеет значение, на капиллярный кровоток, а вообще все, это врачи, врачи, которые кардиологи занимаются, диссертации всякие, вот нарушение сердечно-сосудистой системы, всегда там у людей, у этих пациентов, тревожность, склонность к паническим состояниям, но это для врачей и кардиологов, понятная история, вот такая вот вещь, поэтому надо точечные массажики делать себе, вот все время, чтобы кровоток мозга был нормальный, кулачок берете, вот так вот, там под сатылочком, я уже показывал, прямо вот так вот проводите кулачком, да, здесь проводите кулачком, находите на голове разные такие ямочки, там где чувствительнее, там разминайте, 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 вот я нашел здесь чувствительное, вот здесь надо разминать, сосудики освобождаются, кровоснабжение мозга улучшается, кислород больше попадает в клеточки мозга, так что вот видите, от Гришки Распутина, через столбуна Ролана Быкова, через сектанство, через высших руководителей, да, на больную точку и вышли, у кого страхи, паники, а у меня два замминистра СССР, в СССР, да, проходили курс, проходили курс, и сказали, да, то, что ты сделал за две недели, а мы, говорит, столько месяцев занимались, по баррачам, по всему, ты, говорит, такой молодец, это я не для того, чтобы себя похвалить, друзья, это я для того, чтобы понятнее было, понятнее, чтобы было, как важен точечный самомассаж, точечный самомассаж, для хорошего состояния, и снижения тревожности, до встречи, друзья.